Слышите? Походу два паровоза. Сейчас нас быстро. Последняя остановка из Сталинграда. Кто сказал паровоз? Очумели! Движение, обстрел поезда, танковые сражения, эпизоды Великой Отечественной войны развернулись на небольшой сцене Горьковского зала библиотеки. Юноши и девушки не профессиональные актеры. Они участники детской инклюзивной театральной мастерской «Твой выход». Целью этого проекта было познакомить детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, с театральным искусством, с искусством театра «Кокол». Развить их творческие способности, показать, что каждый ребенок уникален и одарен. В спектакле совместили театр теней и игру живых актеров. А так как премьеру ожидали в мае, то и посвятили войне. Так он и называется «Тени войны» и основан на реальных письмах и воспоминаниях участников тех событий. Когда мы были на войне, так каждый думал о своих любимой или жене. Так каждый думал о своей любимой или о жене. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, Другой думал о своей любимой или о жене. Режиссерами выступили актеры театра «Кукол». Ребята обучали азам актерского мастерства, ставили сценическую речь. Вместе с актерами работала команда из психолога и логопеда. Где-то надо было уговаривать, где-то нужно было мне, как педагогу, быть с ними честной. Честной и общаться на их языке. И тогда появляется какое-то доверие между педагогом и учеником. И видно, что после первого показа, который был в школе, им хотелось выйти. Это было видно, и они где-то в каких-то мелочах, я увидела себя, начали проявлять. Это, конечно, радует. Стоит упомянуть, что проект «Твой выход» стал победителем конкурсов фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Он объединил детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, желающих заниматься кукольным театром. Ребята вместе с наставниками в ходе реализации проекта подготовили три спектакля. «Бобыль», «Мы пираты» и «Тени войны». И в эти, хоть и небольшие постановки, ребята получили свою минуту славы. И, возможно, получат еще не раз. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».